Вот сегодня 7 сентября. Я вышел показать облака. Никогда такие облака не видал. Как кто-то будто неумелый художник мазками взял. Обычные переста, сплошные облака. Ты посмотри какие. Там ласточки летают в высоте. Береговушка вон где полетела. Уууу, там сколько ласточек. Вот и дальше главное. Смотри. Переста, облака и как будто кто-то мазками. Я вокруг показываю. Ну тут и вот над нами. Смотри, как будто раз мазнул, мазнул. И облака-то бывают кучевые. А чтобы вот так вот такими мазками и не связаны между собой, никогда еще не видал. Хотя облака я рисовал непрестанно в пятом классе. Вообще. А ты утром ходил на улицу, почему не посмотрел на облака? Червь. А? Аз есмь червь. Аз есмь, говорит, червь, а не человек. Так это же интересно, когда каждый раз ты видишь что-то новое. Вот грачи стаями летят. Это очень много грачей у нас. Ну вот это вот как они могли так образоваться, облака. Это какие-то ветра там на этой высоте, которые мы не знаем. Я думаю так, эти облака разорвало и несет. Обычно кучевые облака так бывают поврось. Ну, на груди ты их там. А это, вон они, дальше-то смотри, вот облака, вон перистые облака. Ну нормально они в куче. А чтобы вот так вот летели, как птицы, по отдельности. И они двигаются довольно быстро. Да мало того, еще по ним маленькие маски, видно, от них отрывает. Ну что ж такое? Вот человек-специалист, который, он бы это определил. Сказал бы, там дует ветер со скоростью 300 км в час. Вот когда Конюхов Федор летел на Растате, ему отсюда подсказывали, он мимо Австралии несет. Ему говорят, опустись на 2 км, ветер в обратном направлении там идет. Огромной скоростью. И за ним следили же целые станции. А он не на одном уровне летел, он все время регулировал грелками. Ооо, сколько чудес. Притом ежедневно. Пойдем домой. Виталия пытались расшевелить, чтобы интересно бы жил. Вот у нас везде на дверях написано вот такая надпись. Сегодня пятница. Я прихожу, когда здесь. Это месяца. А ничего. Садимся за стол. Болоня туда-сюда, а Виталий руки сложит вот так вот и сидит на породе. Почему? Я спрашиваю. Сказал, даже не пошевелился. Все время ищешь отговорки, Виталий. Это неправильно. Я сказал, вот шторку не надо опускать. Нет, две мухи залетели. Я вчера устал. Они мне мешают. Ну, так убил их, да и все. Лень, матушка. Если ищешь отговорки на кого-то, исправления не будет. Самая конструктивная программа, когда виновен я. И сейчас с этого момента начинаю по-другому. А вот человек, который кто-то виноват, он избавится от этого человека, от этой местности. И у него сатана на одном и том же. Как вот Никита хлеб печет у нас. Что, хлеб выпекает прекрасно. А диеты, как положено. Другой советует ему. Ты стряхни, ну достань. Отрави их всех. Подожги, убеги. Ну, ясное дело. Вокруг тебя сейчас такая бесовщина идет. Это на место Никиты. Это вот такое-то. За тебя все. То есть такой, как ты есть. Ты самая подходящая кандидатура туда. Куда идут депутаты? Для них пища вот, а не пища. Они сейчас. Как вокруг Романа, так же же мухи летали. Сновались-то. И этот же контингент прилетел-то. Зачем они нужны? Вот ты вчера пас, ты говоришь, я устал. Вот отец у нас 40 лет пас. Больные ноги. Но что, устал? Ни разу я не слышал. Как устал? Устал, так ночь прошла. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.